здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал по скребе русского найдешь татарина нет такой поговорки значит на просторах интернета нашел вот такую интересную статью которую и хочу вам зачитать по скребе русского найдешь татарина нет такой поговорки по скребе по скребе француза итальянца найдешь еврея нет еще такой поговорки по скребе русского найдешь татарина и начал я копать обнаружил множество всего любопытного цитата более чем популярна в качестве авторов называются как обычно все известные личности в диапазоне от гомера до паниковского но чаще всего цитирующие не мудрствуя лукаво просто объявляют ее поговорка к примеру путин почти наши все так и выразился у нас знаете говорят каждого русского если потерять как следует там татарин появится в общем концов казалось не найти заболтали цитату заюзали но нет преград пытливому уму особенно если этот ум не хочет трясти погремушкой перед наследницами оправдываясь подготовкой к выступлению по радио сразу перейду главную я таки нарыл первоисточник я знаете ли все больше убеждаюсь что точных цитат в массовом обиходе практически не осталось вообще все крылатые выражения или безбожно перевраны или обрезаны до искажения смысла или изначально имели имели совершенно другое значение русский с татариным как выяснилось принадлежат именно к третьей категории чтобы было понятно что за категория напомню знаменитая религия это опиум для народа формально цитата из маркса практически не искажена у него было религия есть опиум народа но де-факто смысл изрядно изменен в оригинале бородатое умище говорила не про одурманивающие а про болеутоляющие свойства опиума религия это вздох угнетенной твари сердце бессердечного мира что согласитесь изрядно смещает акценты так вот про татар в результате проведенных изысканий выяснилось что путин не прав это совсем не у нас говорят выражение по скрипи русского найдешь татарина пришло к нам из французского языка и в оригинале звучит так тут на французском там эта поговорка тоже очень популярна настолько что авторство до сих пор точно установить не удалось крылатая фраза это приписывалась разным историческим лицам жозефу де менстеру наполеону первому прицу принцу де линию и так далее но вот смысл вкладываем в эту поговорку французами очень определенный и совершенно иной по сути фраза прорусского и татарина это просто краткая версия известной цитаты из знаменитого сочинения ла русия 1839 года того самого которое подарил миру знаменитый маркиз масон и педераст а стольф д кюстин тем кто не читал напомню что книга россия в 1839 году до сих пор сохраняет титул библии русофобов и говорит кюстин естественно о своем навязчивом вот как этот тезис звучит у него в развернутом виде ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами и под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек выскочек цивилизации сохранила медвежью шкуру они лишь надели ее мехом внутрь но достаточно их чуть-чуть поскрести и вы увидите как шерсть вылезает наружу и топорщится именно как свое своеобразующую квинтестенцию эдакую выжимку русофобии фразу по скребе русского найдешь татарина очень полюбили цитировать наши европейские образованные классики в частности федор михайлович достоевский достоевский этим частенько грешил разоблачая происки зловредных европейцев и в дневнике писателя и в подростке из их то сочинений афоризм этот и пошел в народ ну а народ наш по своему по своему обыкновению все извратил в итоге сомнительная сомнительная сентенция под тонкой оболочкой напускной культуры в русских по-прежнему скрывается дикари и людоеды превратилась в мирный и верный в общем-то тезис русский с татарином братья наверх в оригинале переводом оригинала совершенно перевод оригинала совершенно однозначен опиум народа опиум принадлежащий народу народный опиум в смысле народное средство из моей дискуссии с известным сетевым бандерлогом который приписал фразу про тотальной на тургеневу это очень приятный и теоретический русофобии прием а это очень принятый в теоретической русофобии прием доведенный до полного совершенно совершенства обкаканным штепой берется имя какого-то великого русского а потом ему вставляется подходящая цитата как сказал русский классик тургенев толстой горбачев хрюн маржов все русские козлы долбодятлы уроды микроцефалы конец цитаты как вы не согласны признать что вы навозное быдло как не стыдно ведь сам великий хрюн маржов это сказал не спадете ничтожные ведь сам хрюн маржов и тогда подал и тому и так далее и тому подобное я тут не не без удовольствия провел сетевое расследование на тему кто сказал мяу в смысле какому же классику принадлежит фраза про поскребывание русского тургенев оказался в хорошей компании поскребе русского найдешь татарина карамзин великий русский писатель лесков не зря говорил что если поскрести русского найдешь татарина и когда доскаевский писал поскребе русского увидишь татарина сам александр сергеевич пушкин говорил поскребе русского найдешь татарина как говаривал еще ключевский поскребе русского увидишь татарина поскребите русского и вы найдете татарина у шестого Замечание Ивана Бунина Если поскрести любого русского, найдешь татарина Поскреби любого русского, отскребешь татарина Сказал еще Гоголь Это как говорил Куприн Поскреби любого русского, получится татарин Перефразируя высказывание Розанова Поскребите любого русского, и вы найдете татарина Поскреби любого русского, найдешь татарина Сказал не так давно президент Владимир Путин Это писец, полный и всеобъемлющий. Скоро не будет уже ни единого русского классика, к которому не прилепляют авторство этой гаденькой и дурной фразишки, ибо сам Хрюн Моржов не фигли-мигли. Вот вам просвещенное европейское мнение о татарах. Татары превосходят нас не только воздержанием и благоразумием, но и любовью к ближнему, ибо между собой они сохраняют дружеские и добрые отношения. С рабами, которые они имеют только из чужих стран, они обходятся справедливо. И хотя они добыты в сражении или приобретены за деньги, однако более семи лет их не держат в неволе. Ребята, вот тут я маленько остановлюсь. Я вам зачитывал Ярославову правду, и там именно вот это вот и написано. Не более семи лет держали в рабстве невольников. Ну, точнее, которые добыты в бою. Так предначертано в Священном Писании, Исход 21, а мы держим в вечном расве не добытых в сражении или за деньги, не чужих земцев, но нашего рода и веры, сирот бедняков, состоящих в браке с невольницами. И мы злоупотребляем нашей властью над ними, ибо мы истязаем, увечим, казним и беззаконного судя по любому подозрению. Напротив, у татар и московитян ни один чиновник не может казнить человека, пусть и увлеченного в преступлении, кроме столичных судей, и то в столице. У нас по всем деревням и городам выносятся приговоры людям. Вот такая вот интересная информация, ребята, по поводу поскреби русского. До свидания.